В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! До наступления нового 2019 года остались считанные часы. Это время подготовиться к самой главной ночи в году и последняя возможность получить заряд праздничного настроения. Смотрите в финальном выпуске новостей уходящего года. Объемные светящиеся фигуры, кто и как украшает город к Новому году. Мы помогаем итоги благотворительной акции канала 16. Далее расскажем обо всем подробно. Новый год – любимый всеми праздник, который с нетерпением ждут и взрослые дети. Это предновогодняя суета, украшение елки, добрая семейная атмосфера и возможность окунуться в настоящую сказку. Готовиться к празднику начинают заранее. Покупают подарки, украшают дома, готовят меню для новогоднего стола. Как саровчане создают себе праздничное настроение, выясняла наша съемочная группа. На самом деле создать настроение очень легко. Надел мишу, шапку и пошел в народ спрашивать, как же создать праздничное настроение. Как-как? Напиться? И добыться? Да. Елочку нарядить, украсить все в доме, гирлянду на окно обязательно. Веселиться самим. Ребят, скажите, как создать праздничное настроение? Мне кажется, или все торопятся уже праздновать Новый год? Сам себе не создашь, никто не создаст. Просто улыбайтесь, друзья. Ну что-нибудь купить, хорошенькое, вкусненькое, чтобы кто-нибудь поздравил с наступающим. Ну, во-первых, красивое платье всегда, все попывают к Новому году. Мужчины там тоже наряжаются, сейчас уже модно. Главное, побольше двигаться, все будет прекрасно. Надо улыбаться и учиться хорошо. Хорошие друзья, игрушки, сувениры, подарки, магники. Да можно и выпить. И, как по мне, точно уехать отсюда. Потому что здесь люди все ленивые. Им ничего не нужно. Нужно делать добрые дела перед Новым годом, потому что Новый год – это пора волшебства. Делать мир добрее. Вообще, праздничное настроение вы можете создать себе сами. Например, купить конфетку и съесть ее в одиночку. Но не только украшенная домашняя елка и предпраздничная суета могут создать новогоднее настроение. Яркие, переливающиеся огни, гирлянды световых фигур на улицах наполняют зимний город волшебством и возвращают всех взрослых в далекое детство, когда сказки казались былью. О том, кто и как украшает саров к Новому году, расскажем в следующем репортаже. Для многих жителей города световые фигуры на улице появляются совершенно неожиданно. Еще вчера ничего не было, а сегодня новогодние конструкции переливаются сотни огней и создают то самое новогоднее настроение. Раньше работы по установке и подключению оставались за кадром, но в этом году мы напросились к новогодним оформителям в команду и увидели все своими глазами. Одно из мест новогоднего притяжения – это, конечно, уже старые фонтаны. Именно сюда мы приехали, чтобы поставить, пожалуй, самую большую фигуру, которая давно полюбилась людям. Это будут сани с оленями. Вообще это сложно или не сложно? Пока мужчины там ведут подготовительную работу, сложно или не сложно поставить фигуры? Ну, есть технические тонкости, которым нужно учитывать. Покажете? Да, конечно. Сейчас все покажем, научим. Сколько занимает установка фигур городских вот этих вот световых? Ну, все вместе с привозом этих конструкций, с установкой, подключением, ну, порядка двух дней ради жителей города мы занимаемся этим. Слушайте, это настолько классно, что вы практически как Деда Мороза мужчины, честное слово. Как тантал, который небеса держал. Вот как только я подошел, сразу все получилось. На самом деле нет, мужчины без меня справляются легко. Кирилл, давайте, помогите нам, раз приехали. Ну, раз надо помогать, значит, будем помогать. Елочка, гори, так и тянет сказать. Елочка, гори. А это Рудольф. Или как вы? У них есть имена какие-нибудь? Величественное животное получилось у нас. Олень Рудольф. Второй олень готов. Продолжаем разговор. Пойду Рудольфа приверну. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Нам пришлось оставить за кадром некоторые моменты, особенно момент подключения электричества к этим замечательным фигурам. На то есть определенные уважительные причины, но тем не менее, мы приехали специально вечером для того, чтобы посмотреть на плоды своей работы. И работы ребят, которые создают красоту в городе. Мне кажется, у нас все получилось. Мне кажется, это очень круто. Самый волшебный день в году. Возможность подарить праздник тем, кто нуждается в нем больше всего. В канун Нового года завершился очередной этап благотворительной акции «Канала 16. Мы помогаем». С помощью неравнодушных горожан мы собрали несколько десятков подарков для пожилых людей. Традиционно в канун больших праздников «Канал 16» проводит благотворительную акцию «Мы помогаем». Она направлена на помощь тем, кто больше всего нуждается в нашей защите – одиноким бабушкам и дедушкам. Особенно эта акция актуальна в канун Нового года, когда так хочется подарить окружающим веру в чудеса. Новый год – это светлый праздник, праздник надежды на будущее. Все встречают Новый год в хорошем настроении. И очень важно подарить тем людям, которые одинокие или у которых родственники далеко, подарить частичку этого праздника, создать в них праздничное настроение. И мы вместе с горожанами стараемся принести этот праздник этим людям. В этот раз акция «Мы помогаем» стартовала за два месяца до Нового года. Неравнодушные горожане приносили в нашу редакцию продукты питания и хозяйственные товары. Не остались в стороне и сами журналисты. Собрали деньги и закупили, с нашей точки зрения, все самое необходимое для бабушек и дедушек. Большое спасибо всем тем жителям города Саров, кто принял участие в этой акции. Я надеюсь, что и в дальнейшем мы вместе с нашими горожанами будем дарить частичку тепла и праздника тем, кто действительно в этом нуждается. Большую часть подарков сотрудники редакции отвезли в Управление социальной защиты населения Сарова. Подарки, которые были собраны в традиционной акции «Мы помогаем» каналам 16, пойдут гражданам города, которые нуждаются. И каждый этот подарок найдет своего хозяина. Подарки на своем округе вручил глава города Александр Тихонов. Одной из тех, к кому он пришел, стала пенсионерка Лидия Никитина. Рады видеть вас в добром здравии. И, конечно, накануне Нового года и Рождества, значит, вот мы вам в такой месте с каналом 16. Ой, как хорошо. Спасибо, низкий всем поклон. Благодарительная акция канала 16 «Мы помогаем» – это повод сделать доброе дело и поделиться щедростью своей души. Бабушки и дедушки – это самые дорогие и близкие люди, которые когда-то в детстве согревали нас своим теплом. И теперь пришло наше время подарить им радость. Новый год – это возможность сказать теплые слова, поблагодарить и пожелать всего самого наилучшего. С Новым годом саровчан поздравили первые лица области и города. Дорогие нижегородцы, в Новый год у каждого из нас есть свои традиции. Но все мы подводим для себя итоги года уходящего и строим планы на будущее. Для Нижегородской области 2018-й стал особенным годом. Нам удалось многое. С честью провести чемпионат мира и встретить гостей. Мы вместе с вами работали над тем, чтобы комфортнее стали города региона. Детская площадка в небольшом селе, благоустроенный парк в районном центре, стадион «Нижний Новгород» – все это части общей мечты сделать нашу область удобной для жизни. В Новом году мы ставим перед собой новые задачи. В их решении нам помогут национальные проекты, работать над реализацией которых мы будем вместе со всей огромной Россией. Мечтать не вредно, часто говорят с иронией. Но в эти дни абсолютно серьезно хочу сказать – давайте мечтать, загадывать желания и делать первые шаги к поставленным целям. У нас все получится. Желаю вам здоровья и благополучия. С Новым годом! Уважаемые горожане, мы, в общем-то, успешно закончили 2018 год. Мы выбрали президента Российской Федерации, мы выбрали губернатора Нижегородской области, мы наладили конструктивные отношения с федеральными органами власти, с областными органами власти. Мы приняли городской бюджет, он на 500 миллионов больше, чем бюджет 2018 года. Задач много, поэтому мы нацелены на успешное выполнение бюджета 2019 года. С наступающим Новым годом! Здоровья, гармонии в жизни вам, вашим семьям, вашим близким. Всего самого хорошего! Дорогие саровчане, в преддверии Нового года хочу поздравить всех вас с этим замечательным, теплым, душевным семейным праздником. В этот день, собираясь около елки, мы вспоминаем год ушедший, который приносит каждому из нас много всего интересного, нового, неожиданного, яркого. И готовимся к новому 2019 году. Хочу, чтобы год уходящий вы вспоминали только теплыми словами, а год 2019 принес всем вам много радости, много благополучия, счастья, удачи, здоровья каждой семье. Уважаемые ветераны, дорогие коллеги, уважаемые саровчане, сердечно поздравляю вас с 2019 годом, Новым годом, с наступающим Рождеством. Прошедший год знаменовал многие события, мы показали великолепные результаты. Все это связано с нашей общей жизнью, с нашими общими заботами, с нашими общими результатами, заботами по производству, в развитии науки, в развитии территории, в решении простых и важных задач. Сегодня мы говорим, что главное – это люди. Это труд наших земляков, который очень важен вне зависимости от того, какие задачи он решает. Все мы решаем главные задачи, все мы служим государству, все мы работаем на его обороноспособность. Будущий год будет так же сложным, так же напряженным, но мы уверены, что мы все это преодолеем, потому что залогом этому является высокая квалификация нашего персонала, наш патриотический настрой, наша любовь к Родине и чувство долга. Сердечно вас поздравляю и желаю вам каждому здоровья, успехов, вам и вашим близким, чтобы все будущее, в будущем, чтобы все сложилось, чтобы получились конкретные результаты и что все, что мы с вами ожидаем, сбылось. С Новым годом! Дорогие друзья, поздравляю вас с Новым годом и Рождеством. Каждый год в это время мы ждем добрых перемен и верим, что они обязательно случатся. Стараемся оставить в прошлом все плохое и настроиться на лучшее. 2018 год принес всем нам, региону и стране, много нового, но главное, что мы смогли преодолеть все трудности и вместе радоваться успехам. Пусть в следующем году в каждой семье, в каждом доме, в жизни каждого из нас будет больше хорошего, доброго и светлого. Пусть все надежды исполнятся, а каждый день Нового года дарит только приятные эмоции. Искренне желаю каждому верить в себя, в своих близких и свою страну. А еще немного новогоднее чудо, которое обязательно случится. С праздником всего самого доброго и светлого! Дорогие друзья, дорогие жители нашего замечательного, красивого города, я хочу от всего сердца поздравить вас с наступающим Новым годом и Рождеством. Пожелать всем крепкого здоровья, спокойствия, благополучия, любви, счастья, чтобы мирное небо и теплота всегда царила в вашем доме. Друзья, от всего сердца поздравляю вас с праздником! Дорогие граждане, от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом! Уходящий год принес нам много радости и совсем немного грусти. В Новом году нас ждет много ярких событий. Я желаю вам счастья, здоровья, чтобы ваши дети вас радовали, а канал 16 будет радовать вас актуальными новостями и интересными проектами. Поэтому в Новом году оставайтесь с нами и не переключайтесь! Весь этот год мы работали для вас, наши дорогие зрители, и делали все для того, чтобы вам с нами было интересно. И в Новом году мы желаем вам только хороших новостей. И исключительно интересных собеседников. Вкусно есть и не толстеть. Будьте добры, меню. И зарабатывать на своих идеях. Пусть каждое ваше утро будет бодрым, легким и приятным. А ваша жизнь будет похожа на доброе кино. И бодрых вам ритмов! И смелых решений! Желаю вам оставить свой добрый след в истории. С Новым годом!